Наступающая неделя называется «Неделя о блудном сыне». Прошлая была о мытаре и фарисее, а следующая будет о страшном суде. То есть все эти недели нам приводятся из теченного писания о том, как приносить покаяние, хотя и далеко уходим от Бога, но возвращение возможностей, только одумаемся. Бог насильно никого не приводит, а всем говорит «Придите ко мне», призывает Господь. Не говорит «Я приведу всех вас», а что «Придите ко мне». Много званых, а мало избранных. Сегодня о блудном сыне. Слышали Евангелие, как у человека было два сына, и один младший говорит «Дай мне свое имение, я хочу сам вести свое дело открыть». Как у нас сегодня говорят, я хочу открыть свое дело. Но открыл, ушел в далекую страну. А это без благословения делалось, без благословения отца. И у Бога не было прошения, что благослови Господа, я пойду делать свое дело. Без совета. И ушел в дальнюю страну, и быстро расточил, живя распутно. Наступил голод в той стране. Стал нуждаться. Нанялся к одному человеку в пасти свиней. А для иудея, где свинина, это самое низкое, позорное занятие. Дошел до того. И напитать это чем? Рожками. Какие-то рожки, ну, по-моему, с деревьев падают, или желуди, или что-то такое было, что давали свиньям. Но и этого не давали ему. Не разрешали брать, отнимать у свиней. И, наконец, все-таки, наверное, он думал, отдумался и говорит, у отца моего столько наемников, которые едят хлеба до света. А я здесь говорю, пойду к отцу ему, скажу, отче, и недостоин сыном по им называться, возьми меня в число работников. И дальше видим как. И вот из творения святителя Феофана Затворника я нашел вчера очень поучительная беседа. И назидательная для нас. Он как будто бы был у нас много раз. Это знает, как мы поступаем с другими, как обращается, как будто смотрел. И это, я понимаю, как он говорит про нас прямо. Был он, Феофан Затворник, у нас. Как он мог это предвидеть, что такое может быть? Прежде всего, часто ли наша любовь остается такой непоколебимой, что мы постоянно выходим на порог нашего дома, общего дома, того дома, который значит, что мы вместе и глядим вдаль в надежде, что он вернется. Представь, он же это не случайно, а дальше он говорит, что отец часто выходил и смотрел, ждал. Вернется сын мой. Ну, должен же он одуматься. Ведь он, ну, воспитывался, слышал. Многие говорят сегодня так, это же от себя говорю, что вот вы в одной семье были, что вас одних так учили, другие, почему? Ну, вот один брат неверующий, другой верующий, другой полуверующий. Одинаково? Да, одинаково. Одинаково молоко материнское принимали. И с одной чашки ели. Там не было чашек, а все с одной чашки хлебали. Всем одинаково было, все одинаково. Одинаково за стол садились. Без благословения, допустим, мы не могли сесть, а только за столом должны есть. Без за стола никакие куски хлеба никогда не таскали. Это не благословлялось. Все одинаково были. Но вот выросли, одни ушли в дальнюю страну. И то, что было приобретено, это богатство, которое мать вложила в нас с молоком своим еще. Помню такое, что мороз, тогда были морозы за 40 градусов. Там аж деревянная резьба, углы у избы трескались, разрывались обремена. И как бахнет, бахнет, ух, а мать нам на печи сидим, печь большая была. Она говорит, не бойтесь, это мороз, говорит, это так, это все естественно. И нам что-то рассказывает, читает, там, Богородицу. Богородицу, молитв много не знали. Знали, Богородица достойна, Отче наш. Иисусу молитву. И вот он говорит, отец смотрел вдаль. И увидел, идет, наконец-то увидел. Отец любил, конечно. Вот мы часто, бывает так, идешь по дороге и видишь, что ты, так это вот кто идет. То есть, уже если хорошо знакомый ты и близко общение, ты уже по походке, по маханию даже руки, можно узнать, как человек, кто склонился и идет. Понимаете, как это? Можно же по тени, тень падает от того человека. А, так это идет вон кто, я уже догадываюсь, кто это идет. И отец издалека увидел и побежал, говорит, к нему навстречу. Грешный брат его, поняв, что он сделал, увидев состояние, в котором он пришел в далекой стране, преодолевая стыд и страх, преодолевая неуверенность в том, что его примут, пошел к отцу. И этот праведный стоит вне дома, где радуется, что любивший погибший вернулся к жизни и ждет, чтобы отец пришел его молить. Войди и ты приобщись нашему радостью. То есть, а другой сын, когда началась радость, он пришел. А что это там, что это за радость такая? Чему радоваться? Да когда сказали, что брат вернулся, то, ах, брат вернулся. Да как это так? Я здесь столько. Ну и начинается дальше уже. И как говорит отец, и как говорит праведный сын, обращаясь к отцу, этот праведный сын его говорит, что за все эти годы добродетельной жизни, труда, отец его не наградил, словно платного рабочего, ничем и когда вернулся этот твой сын, он заколол от упитанного тельца. А отец ему говорит, разве нам не надо было радоваться, когда твой брат вернулся? Праведный видит и уже не может принять. А отец ему напоминает, что если блудный для него сын, то для праведника он брат. Опять скажу, счастье ли бывает, что мы воспринимаем человека согрешившего, даже не против нас, а вообще поступившего плохо, как своего брата? Не счастье ли мы говорим, твой сын презрительно и отвергающе? Счастье ли мы признаем, что он мне все равно брат? Он родной, он дорог отцу, значит и мне должен быть бесконечно дорог. Но нет, мы подобно этому сыну, который воображал себя добродетельным, потому что был хорошим работником, хотя оставался чуждым всему духу отчиму. И дальше еще один отец, и дальше еще одно. Отец не дает пришедшему сыну попроситься в работнике. В работнике он его не может принять, он его может принять только как вернувшегося сына. Помните, как он начал только говорить, он не дал ему договорить, сразу его обнял и слугам, принесите одежду и прочее. И когда он видел вместо своих лохмотьев старую свою одежду, которая прижилась к нему, которая легла на его тело уютно, отец повелел принести ему перстень, принесите лучшую одежду, наделенную его, тогда принесите перстень. Не просто кольцо, но тот перстень, которым человек в старое время, когда люди были безграмотны, запечатлевал каждое свое послание. Перстень, который тому, что им обладал, давал власть над человеком, власть над жизнью и власть смерти. Власть его обездолить до конца, власть его опорочить. То есть перстень, это была как, ну, скажем, печать такая, что человеку узнавали, печать наложена, все, уже ни один суд не может осудить, запечатано, как говорится. И узнавали, от кого послание по печати уже. Вот так вот, да печать такая, а, так это вот от кого печать. И по печати, как говорится, и прием был. Человек если такой, то вот одна печать, более важная, другого, менее. Почему отец это сказал? Почему он не стал сперва требовать доказательств, что сын покаялся? Ну, как покаялся? Даже каноны есть православие, что если ты согрешил, то там на 10 лет, на 15 лет отлучается от сверки и прочее. Ну, каноны установились, соответственно. Но у нас же близкие, кто-то пришел, другой раз согрешил. Там брат или сын говорят, а вот он когда придет, там за километр на коленях ко мне, тогда я еще прощу или не прощу его. Как мы, так ли мы поступаем? Когда к нам приходит человек, который когда-то был дорог, и нас оскорбил, или оскорбил кого-то, или даже не столь близкого, и возвращается к нам, отдаем ли мы все, все, что раньше было? Окутаем ли мы его и в прежний теплый уют? Готовы ли мы дать ему перстень, которым он может запечатлеть? В конце каждого письма нашу подпись. Нет. И потому примирение непрочно. Потому человеку так страшно бывает идти мириться, что знаешь, что отца не встретишь, а встретишь ложную добродетель, ложную праведность, уважающую, оскорбительную праведность. Того, кто скажет, ты мне не брат, даже же тот, как и меня, признает тебя своим сыном. Подумайте над этим вопросом прощения, потому что скоро наступает прощенное воскресенье, как бы оно ни застало врасплох, как бы ни оказалось, что мы не умеем прощать, и как бы это наше неумение не обратилось на нас, а не на тех, кого мы теперь отвергаем, и кого за их покаяние, за страдания и слезы, за туго душевную, уже простил и принял Господь. Аминь. Аминь. Вы разумели? Вы разумели. Вы разумели. Всех Христос. Значит, аминь. 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 Продолжение следует...